Добрый вечер! У эфиры новины для тех, кто цикавится станом экономики своего региона. У что-то дневной программе «Экономичная доведка» мы делимся актуальной информацией по разных направлениях. Глядите в выпуске. Учера в Беларуси была проведена деноминация. Уступил силу указа, отповедно якому все неправатизованные кватеры переходят в разрад арендного жилья со штомесячной оплатой за его корыстание. Об задачах по развитию экономики региона ишла размова подчас рабочей поездки и керавництва Гомельского облова Конкама в Речицкий район. Учарашний день был насыщен важными подеями о экономичном житии краины. Самая буйная, зразумела, деноминация. Гэта тема неодноразово агучывалася и анализовалася в нашей программе с удделом самых досвеченных специалистов. Тому спадеемся веды по особливостях перехода на новые гроши у наших, глядача, утрывалые. Деноминация, до речи, стала одной из головных тем семинара по повышении финансовой адекватности насельництва, який прошел в Галунном управлении Национального банка Республики Беларусь по Гомельской области. Так специалисты нагадали, что у параллельным звороте старые и новые гроши будут знаходиться до конца Снежня. С первого костришника все банкоматы будут выдавать банкноты только нового узора. До этого часа ими загрузить только их третью частку. Монеты банкоматы не выдают. Их можно отрымать при размене купюр у банку, альбо в выгляде сдачи при набыти товаров. Самую великую купюру номиналом у 500 рублей отрымать можно только у банку при подаче заявы. Деноминация носит технический характер, тем не менее, Национальный банк старается принять меры именно направлено на то, чтобы оно прошло гладко, без каких-либо сложностей. Хотелось бы, прежде всего, довести, и что через средства массовой информации для населения, что в большей степени нагрузка техническая будет ложиться на предприятия, организации, банки. Население, конечно, будет определенная психологическая нагрузка, связанная с введением монет, введением новых купюр, что потребует от населения уже немножко по-другому ориентироваться при расчетах, уметь ориентироваться в новых деньгах образца 2009 года и деньгах образца 2000 года. Вот это будет вызывать определенные сложности. И нам бы хотелось, чтобы средства массовой информации именно обратили внимание на то, чтобы население было внимательным. Но, как сказали, технические вопросы, я думаю, решат и правительство, и Национальный банк, и организации, и банки. Подчас семинара керавництво Нацбанка означало, что зараз больше за все питания, у которых возникают уже хороу Гомельщины, т.ч. депозитов, укладов, кредитов и деноминаций. Что т.ч. укладов, то непоразумения возникают в связи с введением подоходного податка на некоторые их виды. Нагадаем, норма уступила в силу еще на початку кроссовика. Она тычется не у всех депозитов, а только рублевых, кали гроши пролежали у банку меньше, как год, и валютных, кали меньше, за два. Ставка податку складает 13%, и платить ее необходимо не за основной суммы, а только с процентов, яке зарабил укладчик. А кроме того, к этому введены отзывные и безотзывные уклады. При заключении договора безотзывного депозита, макшимость его детерминового знятия отсутничая, кали только сам банк не сгадится это зарабить. Увагуле на семинары отзначено, что финансовая аддукованность насильництва находится на достатково высоком узровне, у многим дякуючий сродкам массовой информации. Уровень финансовой грамотности населения нашей республики достаточно высокий. Тем не менее, технологии банковских, изменение ситуации в денежно-кредитной сфере требует продолжения и, наверное, активизации работы именно по формированию финансовых знаний о населении. Безусловно, роль средств массовой информации в проведении данной работы значительно повышается. Учора уступил силу указ, соответственно, якому усе неприватизованные квартиры переходят в разрад арендного жилья со что-месячной оплатой за его корыстание. Нагадаем, выплаты за приватизацию квартиры могут быть различены на 40 годов, али 10% от огольной суммы треба будет заплатить одразу, одиночасово альбо на протягу года. Важно означать, что до момента погашения растреминовки распоряджаться квартиры нельха, например, продать альбо подарить и сдать. В случае не выплаты взносов договор о приватизации будет скасованным. Дальше отмова от заключения договора аренды не позволяет платы за корыстание жилым помешканием. Местовые органы улады после 1 липня пропонуют оформить новые экономические относины. В случае неизгоды с переоформлением жилья на арендное, оплата за проживание у им выставляется все ровно. Развивать приватный бизнес, больше активно освоивать и головное утримливать европейские рынки, максимально снижать себе кошт продукции, при этом, зразумело, не охверовать ее якостью. Об задачах в развитии экономики региона и шла размова подчас рабочей поездки на местника старшини у Гомельского облого конкама Баляслава Перштука в Речицкий район. Девальвация российской из-за межных валют негативно отбилась на экономице Беларуси, як экспорта рынтованной краины у целым и Гомельской в области у приватности. 60% нашей продукции продается за мяжу. Затекавить новых покупников задаше нелегкое. Але, например, для Речицкого метизного завода и іншого выстяня ма. Такий гигант, как триматься на плаву, працовать только на внутренний рынок не зможем. Потребный европейский покупник. На наш рынок проникает, к сожалению, не очень качественный продукт. Как правило, это китайское происхождение. Завозят его, как правило, опять же, наши предприниматели, поставляют торговые сети. И, конечно, фактор цены, он, безусловно, для массового покупателя имеет значение. Я должен сказать, те потребители массового промышленного производства, строительного комплекса, мебельного производства, которые берут, нареканий и жалоб, по сути дела, к нам по качеству нет. Поэтому мы соблюдаем все технологии, соблюдаем ГОСТы. Я пользуюсь, у меня есть набор вот тех, по сути дела, метизных идей, о которых вы говорите, да. Я считаю, что он вполне нормальный, но нам надо наращивать составляющую экспортную. Внутренний рынок очень маленький для нашего метизного завода. Представляете, сколько надо выпустить шурупов, болтов, чтобы обеспечить республику. Каплю в море. Поэтому наше будущее метизного завода, конечно же, в Европе. Продукция рыжеского метизного завода якосная, але продавать ей у великих объемах складана. По сыровинной закупается у России, а это увеличивает кончатковый кошт метизов. Снижать вытворчие выдатки, экономить палевные энергетические ресурсы, закупать больштанные материалы, и конкурентная здольность однозначно повысится. И модернизация вытворчости, на которой у складанных экономических умовах, вырешится не просто, а ли такая рыжака, уклоненная к героевництву предприемства, оправдана. Планируем, что в этом году у нас будет установлено комплекс холодно-высочного оборудования для увеличения производства высокопрочных болтов и для этого уже производство печь, для термо-химико-термической обработки, для обработки этого крепежа. То есть оборудование будет установлено, мы думаем, где-то в августе-сентября месяце, печь будет попозже, где-то в четвертом квартале. Одной из кропок в маршруте стало и наведывание Редческого товариства за обмежеванной отказностью НТС Полиграфия. Открыли его у сего некольких годов тому. С початку линейка продукции была невеликой. Зараз закупили новое обстелевание, на яким вырабляются этикетки для продукции белорусских предприемствов, например, для Гомель-Хлеб-Прама и Гомельского мясокомбината. Кажуть, первые два месяца года были соправды над свыше складанными, але зараз керавництва зупэлненностью глядзить у завтрашний день и у худким будущим планует шарговую модернизацию и звязанное с гэтым поширэнне ассортименту. Хорошенькое, крепкое предприятие, стабильно работающее, примерно 50 человек работает, 50 миллиардов оборот по году, по миллиарду на человека, это цифра неплохая. Это можно без сравнения с крупными хорошими промышленниками они могли бы конкурировать. Тема новая абсолютно, тема интересная. За тыдень в Ганде отбыліся приемные изменения. Потанелася до вина, знизилася у цани Огороднина, з'явилися ягоды. Так, бульбу нового уроджая на центральном рынку можно набыть навод по 6 тысяч, капусту по 8, помидоры по 26. У краме радуга помидоры от 30 тысяч. По сотню за килограмм каштую на рынку перец, 13 тысяч кабачки. Ценник на черешню опустился до 60 тысяч. Потанели персики, 32 тысячи на рынку, около 38 у магазине. Ягоды есть только на рынках. На центральном килограмм червоных и черных паречек 20 тысяч. Малины у двоя дорожей. Цены на ГТ и иншие продукты – у таблицы. На этом сегодняшний выпуск завершен. З вами была Марина Северьянова. Як заусёды сустренимся ровно просты день.